Прежде всего, я хочу поблагодарить за то, что посольство Казахстана в Киев пригласило украинских журналистов. Для нас это очень актуально, поскольку когда конференция любая касается мира, и попыток установления мира, стабилизации мира, это очень важно. По вашему мнению, почему президент Назарбайр в последние годы очень большое внимание уделяет попыткам установить мир, стабилизировать ситуацию не только в Средней Азии, в целом вообще во всем мире? Призывает разные стороны, разные страны из разных регионов приехать в Астану или в Алматы и поговорить по этому вопросу. Видите ли, президент Назарбаев о теме мира, стабильности, объединения говорит не только в последние годы. Если вы помните, он первые же годы независимости Казахстана, будучи став президентом, первый указ, который он подписал, это о закрытии Семипалатинского ядерного полигона. То есть самых первых дней независимости, самых первых дней президентства Назарбаева, приоритет это был мир, это была безопасность. Обладая четвертым ядерным арсеналом, добровольно от него отказаться, это мужество и такого большого сердца далеко не у каждого хватит. Поэтому политика мира, политика стабильности, политика умения сосуществовать в дружбе и согласии в этом огромном мире, это внешняя политика президента Назарбаева. В этом и отличается его многовекторная политика. Ведь может быть в первые годы независимости не каждый понимал, что это означает, что это означает и насколько это актуально, поскольку тогда мы все как дети одной семьи только-только разошлись и друг друга не различали и не отличали. Но с каждым годом становится все более актуальной именно его многовекторное направление, всей его политики нашего президента. Если вы знакомились с его трудом «Манифест Мир 21 век», который он озвучил с трибунной организации объединенных наций, ведь он тогда сказал «Мир хрупкий, мир хрупкий, и следующее, если будет война, победителей в ней не будет». Исчезнет вся цивилизация, исчезнет все то, что достигло человечество за эти годы. Так поэтому давайте же мы будем все-таки хранить то, что мы имеем. И есть же множество направлений, в которых человечество, страны могут друг с другом конкурировать. Это в области науки, это в области развития новых технологий, это, бессомненно, спорт, это вопросы направления культуры, когда каждый показывает свои таланты, способности, многообразие. И мы учимся, почему этого нельзя делать. Почему нельзя себя вести так, как будто мир вечен и человек вечен. Ведь в этом на самом деле таком быстром, даже не быстром чащееся, это стремительно мчащееся время. И это в огромной вселенной, где человек практически песченко, делить что-то и тратить на это время, это неразумно. Вот о чем говорит президент Назарбаев. Поэтому мы, во-первых, хотим, чтобы все услышали. Мы хотим жить в мире. Мы любим все страны, мы любим все народы. Мы почитаем, мы их уважаем за именно их неповторимость, все-таки за их самобытность, этих стран. И у нас один мир, и нам делить нечего. И пусть это будет детское высказывание, но оно тоже актуально. Давайте жить дружно. Спасибо, Рахмет. Не знаю, ребята, куда вы это повернете.